В такой обстановке бывала не каждая мать. Перед комиссией по делам несовершеннолетних Александра. У ее дочери синдром Дауна, эпилепсия, порог сердца. Очень нужна операция. Ее готовы провести новосибирские врачи, но после медикаментозной терапии. Правда, главный рецептурный препарат женщине в крае не выдали. Александра обратилась к правоохранителям и тогда, считает мать, ей стали угрожать лишением родительских прав, а дочь забрали в больницу. Мне сказали, что она сейчас здесь переоденется, они мне ее сейчас обратно приведут. То есть она осмотрит и подтвердит, нуждается она в госпитализации или нет. Как оказалось, мне дочь уже не вернули. Девочку направили в стационар детской горбольницы номер 7 для проведения лечения, в том числе кислородотерапии, консультации врача-кардиолога, проведение обследования и определение тактики введения пациента. Хотя врачи-кураторы из Новосибирска рекомендовали лечение на дому. Пять дней одной в больнице девочки дорого обошлись. Ну, заходила она туда своими ногами, веселая. Обратно она уже была на инвалидном кресле. Сейчас, секунду. У нее была сгрызана губа собубная. Спустя пару недель Ангелина все еще боится чужих людей, когда мама уходит. Правда, рецептурный препарат, мацетентан, семья получила одну упаковку. Ее хватило почти на месяц, тогда как курс целый год. Оперировать ее можно было бы и на сегодняшний день, но она не перенесет наркоз. У нее слишком высокое давление в легких. Сейчас мацетентан снижает ей давление в легких. Не снова в поликлинике пока не выдают ни рецепта, ни само лекарство, основываясь на том, что нужно снова хадатайствовать. А это ожидание госпитализации. Мама девочки против. Она призналась, не ожидала, что требование получить жизненно необходимый препарат приведет ее в комиссию ПДН. Что за отсутствие состава административного права нарушения? Единогласно. Уже после заседания Александре сообщили, что вопросы о предоставлении ей мацетентана все еще на рассмотрении. Поставок нет. И выходит, девочка будет терять силы и шанс на операцию. И теперь бороться за жизнь дочери женщина будет в судах. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.